Даже сегодня утром, спустя сутки после ливня, на площадке перед входом на центральный пляж продолжалась уборка. За два выходных дня на город обрушилась почти двухмесячная норма осадков. Это необычное явление, конечно, просто это такой большой был выброс осадков, что у нас город весь находится на склоне, соответственно, конечная точка – это выход в море. Да, поэтому, какие бы мы мешками с песками не укрепляли входы в пляж, все равно вода сделала свое дело, прорвала наши дамбы и вот это все вылилось, грубо говоря, на территорию пляжа. Был шторм, конечно, да, если после штормовой бревна пообрасывало, мусор бытовой, то, что где-то какие-то там через каналы или с тротуаров посмывало, то, что это, конечно, мы, это же убирается у нас для смены, рабочие работают, поэтому это убирается рано-рано утром. Такие последствия мы не увидим уже после 9 часов. Если с мусором на побережье удалось справиться быстро, то на восстановление зоны отдыха потребовалось больше времени. Вот так выглядел выход к морю сразу после ливня. Потоки воды размыли пляж. Дорожки и кабинки для переодевания пришлось убирать и сушить. Песок выравнивать, а тротуары укреплять. Вечером, когда отдыхающие покинут пляж, там снова появится техника и рабочие, чтобы окончательно навести порядок на песчаном берегу. Потом будем селить уже дорожки, выставлять всю инфраструктуру, которая пострадала после сильного ливня. Восстановятся раздевалочки ровненько, дорожечки уложатся, поставятся мусорки вдоль дорожечек. И мы как бы готовы опять принимать наших гостей с распростертыми руками. И это весьма кстати. По предварительным прогнозам, летнее тепло возвращается в Анапу. И в ближайшие дни городские пляжи будут очень востребованы. Алексей Дивейкин, Михаил Попов, Анапа. Регион.